Всем привет! Сегодня расскажу вам о новом методе лечения ВИЧ, защите спутников от космического мусора и химических загадках. Подробности далее. Группа ученых из пяти университетов Великобритании разработала новый способ ВИЧ-терапии. 44-летний мужчина стал первым человеком, у которого после прохождения процедур вирус не был обнаружен в крови. Пациент входил в группу из 50 человек, на которых был испробован новый метод. Ученые говорят, что о полном решении проблемы говорить рано, но ход лечения заставляет верить в успешное завершение терапии. Уточняется, что новый метод проходит в два этапа и кардинально отличаются от предыдущих попыток излечения. Вакцина помогает организму обнаружить ВИЧ-инфицированные клетки и избавиться от них. На втором этапе активируются бездействующие Т-клетки. Ученые НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета разработали систему защитных конструкций от космического мусора для орбитальной обсерватории «Спектр-УФ». При помощи теоретических расчетов удалось подобрать оптимальный способ защиты спутника. Он заключается в установке двух преград защитного экрана и металлической сетки, которая первой встречает атакующие частицы и дробит их. Результаты испытаний подтвердили, что конструкция, предложенная учеными ТГО, обеспечивает максимально эффективную защиту корпусу спутника. Остатки фрагментов, раздробленные сеткой, попадают на экран и рассеиваются, не нанося ущерба космическому аппарату. Химики из Казанского федерального университета получили серию молекулярных рецепторов, способных к селективному связыванию дигидрофосфата неона, избирательное определение которого важно как для специалистов в полимолекулярной биологии клетки, так и для химиков, занимающихся вопросами состояния окружающей среды. Полученный результат является первым, но успешным шагом в распознавании столь долго ускользавшего от специалистов по супрамолекулярной химии дигидрофосфата иона, и, возможно, положит начало созданию новых, высокоэффективных избирательных сенсоров на платформе модифицированных филараренов и родственных им соединений. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok